Проведать детей, отдыхающих в лагере, познакомиться с начинающими фермерами, посмотреть на работу волонтерского центра и оценить ремонтные работы во дворах. С рабочим визитом спикерзак собрания Ольга Хохлова посетила Кольчугинский район. Первая точка – детский оздоровительный лагерь «Дубки». Сейчас там отдыхают 160 детей. За весь сезон планируют принять более 400. К слову, лагерь работает еще с советских времен. Небольшая приостановка была лишь во время ковида. Так что «Дубки» у властей на хорошем счету. Впрочем, как отметила Ольга Хохлова, обновить лагерь стоит. Мне очень понравилось, как содержит лагерь. Корпуса, конечно, требуют ремонта. Может быть, и модульные, и новые должны строиться в этом лагере корпуса. Сегодня работает федеральная программа, и мы говорили с директором лагеря, что они готовы принять участие, конкурсное участие именно на постройку модульных корпусов. На утренней линейке председатель Заксобрания Ольга Хохлова смогла лично познакомиться со всеми отрядами и поговорить об условиях проживания. А после даже сыграла с ними в городки. Поговорили с детьми. Детям действительно очень нравится. Некоторые уже третью смену находятся здесь. Это такой пример очень положительный. Нам надо развивать эту систему оздоровительных детских лагерей, чтобы каждый ребенок смог отдохнуть в течение летнего периода перед тем, как пойти учиться в школу. Следующая отправная точка – мини-ферма многодетной семьи из села Берещино. Виктор и Анна Зякины вместе с тремя детьми круто поменяли свою жизнь. Уехали из города и начали строить деревенское счастье. Приобрели скот, лошадей, коз и овец. Разбили небольшой огород. Планы грандиозные. В будущем семья планирует заняться агротуризмом. Спикер областного парламента рассказала, как семья может воплотить свою идею в жизнь. Например, в этом может помочь новый региональный закон «Семейные предприятия». И сегодня от ребят мы получили предложение, что необходимо поддерживать в том числе семейные предприятия, занимающиеся сельским хозяйством. И самое главное, чтобы была такая мера поддержки, предоставленная такому предприятию, на покупку животных. Я думаю, что это очень хорошее предложение. И мы с нашими депутатами обязательно поработаем, когда будем наполнять этот закон. У Виктора и Анны также в планах получить дополнительные земельные наделы для развития своего подсобного хозяйства. Пока этот вопрос у властей в рассмотрении. Примечательно, что пример семьи Зякиных не единственный. У нас есть семья Королевых, которые переехали всей семьей в Богородское. Мы их поддержали по агро-стартапу, также по получению гранта. Это наши уже известные сыровары. Семья Менгузудиновых, это ферма, овцеводческая ферма в поселке Металист. У нас также есть семья, которая занимается выращиванием малины. Посетила Ольга Хохлова и волонтерский центр «Доброе сердце». Здесь добровольцы самых разных возрастов и профессий плетут маскировочные сети, шьют белье и собирают гуманитарную помощь. В основном волонтерами выступают женщины. Когда личная история понятна, как найти женщине место спокойно сидеть дома, когда супруг или сын или брат находятся на линии фронта. Но есть, я говорю, волонтеры, которые возглавляют эту организацию, которые просто одинокие женщины. У них есть энергия, у них есть желание. И потом они большие патриоты. Им низкий поклон. За это они проводят огромную работу. Вместе с главой администрации района, спикер облпарламента Ольга Хохлова проверила, как ведутся ремонтные работы во дворах Кольчугина. В этом году в городе планируется отремонтировать 39 дворовых территорий. В настоящий момент подрядчик выполнил уже 17. Изначально у нас такое количество таких кричащих дворов было чуть больше 90. Вот 39 мы в этом году делаем. Приоритет был изначально те дворы, которые подавали заявки до 2017 года включительно. Также смотрели приоритетность, высокий, скажем так, износ, неудовлетворительное состояние. Это тоже служило включением в работы в этом году. Оставшиеся 15 дворовых территорий власти планируют отремонтировать уже в августе. Надежда Архипова, Артем Замоскин, 6 канал.